Добрый вечер! 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 владельцами не были зарегистрированы нужным образом. Соответственно, их существование в той или иной зоне даже не знают власти. Мы сейчас не про Россети говорим, а про другие. Да, у нас тоже отдельная история, чуть попозже скажу. Второй момент – это может быть усталость кабеля. То есть, да, просто он уже прошел свой срок, его надо менять. Третий момент – нарушение при прокладке кабеля. Есть такой момент, что, допустим, застройщик, если строит свой жилой комплекс, дома или дом единственный, он сам прокладывает эту сеть и потом ее передает Россетям. Но момент в том, как он произвел эту прокладку кабеля, сказать никто не может. Ну, не будет же каждый раз в Россеть приходить, выкапывать его, смотреть и снова закапывать. Потому что, ну, это, во-первых, дорого, во-вторых, это сложно. И со временем из-за неправильной укладки кабель начинает деформироваться и, соответственно, уже пробиваться. Ну, почему у вас в солнечном заскоплении таких проблем? Не анализировали этот фактор? Активная хаотичная застройка, которая пошла еще лет 20 назад. То есть, вот, допустим, если взять вот эти вот наши последние отключения, да, я вот даже специально ездил узнавать, где что происходило, чтобы посмотреть, скажем так, вживую. Два кабеля. Два кабеля силовых, один основной, второй резервный. Прокуратура уже выяснила, что один – это Россети принадлежит, а у второго просто нет владельцев. У резервного? Ну, резервного, да. Который должен как раз запитываться в тех случаях? Страховать, который должен страховать. Его сейчас передали Россетям, вот они проводили последний раз работы, там, по-моему, пять, даже, по-моему, еще больше выявили мест порывов. Все, соответственно, устранили, прошлись по основному и по резервному, привели их в порядок, насколько это было возможно, потому что я там присутствовал. Была лаборатория, которая его весь прозванивала, проверяла, выявляла слабые места, и, соответственно, ну, при мне, по крайней мере, несколько мест я видел, как они восстанавливали его, переделали. Какие еще меры приняты для того, чтобы, ну, каким-то образом вот эту ситуацию изменить все-таки к лучшему? Появилось у вас, появился у вас стационарный генератор, насколько у вас, это я имею в виду жители микрорайона Солнечный, у вас появился стационарный генератор, который будет запитывать насосную станцию, а насосная станция, как сказал руководитель Краскома, она в порядке, здесь можно не беспокоиться. Ох, это у нас интересная история в плане того, что наш микрорайон так построен специфически, что в одной части у нас исчезает электричество, в другой исчезает вода, а в пятом микрорайоне у нас есть такой маленький островок, там буквально из трех домов, в котором исчезает и вода, и свет. Как так получается, сложно сказать, вот сейчас все это пытаемся разобрать, развернуть этот клубок, но он очень большой, и быстро это не получится сделать. Но, да, действительно, когда пропадает электричество, отключаются насосные станции, которые подают основное давление в Нальжи Солнечный, и, соответственно, они сидят без воды и без тепла. А там высотки, там 17-этажные дома. Там примерно, наверное, где-то 10 тысяч жителей, не меньше живет. И все они вот остаются без воды. Я представляю, с ведрами, ну хоть и без коромыслов, но все равно с ведрами, если набирать воду, вот эти канистры тяжелые по 5 литров, и на 17-й этаж, а лифт не работает. Да, лифт не работает. Это еще отдельная история, потому что, ну, при отключениях долгих возникает много побочных эффектов отсутствия лифта. То есть даже когда включается свет, какие-то неполадки с лифтами тоже продолжаются? С ними, к счастью, не происходит, запускаются, но происходят другие неполадки. Одна из наших проблем, вот у нас было подключение, допустим, коммуникации теплооснабжения, я там тоже присутствовал, потому что они затянули с подключением, мне надо было выяснить, что у них происходит и когда они будут подключать. Интересная у вас работа? Хобби я называю. Нам, как депутатам, не платят, поэтому я называю это хобби. Некоторым депутатам не платят, некоторые платят. Ну да, у нас там буквально три есть, которым плата идет. Поэтому работа это там, где платят, остальное хобби назовем. Вот, соответственно, все выяснилось, мне сказали, сроки, когда они завершат. Я снимаю видео, людям рассказывают, что вот такие там 10 часов должна появиться вода. Начинают мне писать, вода появилась, но не у всех, у кого-то не появилась. Начинаем выяснять, в чем причина, а система у нас следующая. У нас есть насосы общие, которые подают давление в нашем солнечном, и еще в каждом доме, в каждом подъезде есть насосы, которые непосредственно подают уже по стойку подъезда. И у некоторых сработали автоматы на завод вздушивания и остановились. Соответственно, без привлечения управляющей компании запустить их невозможно. И уже управляющая компания по каждому подъезду насос уходит, подключает. И, соответственно, это получается не так быстро, как хочется, потому что домов и подъездов очень много. Наверное, все жители уже выяснили и узнали всю вот эту технологию, всю систему, как, где, что у кого работает, где какие насосы, где нажимать, что подключать? Они не могут. Это только управляющая компания делает, потому что это довольно-таки такой опасный элемент. Еще одна больная тема – это информирование. Очень сложно получить информацию. Я сам в последнем отключении решил попробовать, как обычный житель, получить информацию, а в чем причина отключения электричества и когда мы получим свет. Для этого я зашел на сайт 005, который не работал, позвонил в 005, где назвал адрес, у которого точно нет света и воды. Мне сказали, что все нормально у вас. Тогда позвонил в диспетчерскую РЭС советского района. Там мне сказали, звоните на многоканальный телефон. Ну и тогда я уже Владимиру Николаевичу нашему Дорошкевичу позвонил, который мне уже дал полный расклад, где что находится, где генераторы приезжают, в каком состоянии. Но это уже, скажем так, лайфхак мой личный, уже не как-то обычный человек. Кто не звонит в службу в 005, чтобы им рассказать? Звонят, но не могут получить. Об этом даже жители уже говорили, что не могут дозвониться и получить информацию. Сегодня у нас с утра была встреча с администрацией и района, и города, и с управляющими компаниями. Мы как раз обсуждали тему информирования. И подняли как раз вопрос. Я поднял этот вопрос, что надо проверить, что случилось в 005. Служба работала нормально, но в последнюю неделю у нее какие-то сложности. Наверное, какой-то вал проблемы из Солнечного, видимо, просто не успевает фиксировать. Ну, какие еще меры, которые были озвучены, что они будут приняты в ближайшее время, внушают надежду? Мы вот, правда, сегодня с удивлением смотрели, накануне, вернее, мы смотрели о том, как губернатор общался с исполняющим обязанности главы города. Не жители Солнечного больше про это думали, куда же мэр делся. Я вот, честно говоря, только сейчас задумался об этом, что действительно не мэр присутствовал, потому что у меня вся голова была о воде и солнечном. И какие мэры? Ой, мэры, вот теперь думаю только о мэрах. Какие меры? Вчера буквально у них была встреча, на которой вместе с Россетями было принято решение. У нас там недалеко есть еще одна подстанция, у которой есть хорошие мощности в резерве. Это примерно 500 метров. Будет проводиться прокладка третьего кабеля, кроме этих двух, которые есть. Подземного, как мы услышали. Подземного, да, потому что надземный там не стоит проводить. Земли у нас еще планируются под застройку. Поэтому подземный кабель, который уже будет непосредственно стабилизировать и запитывать подстанцию, которая у нас сейчас больше всего будет. Ну и прорекламируем тогда ваши соцсети. Я так понимаю, что жителям Солнечного, наверное, будет сподручнее получать информацию из соцсетей депутата, который на все ЧП аварии, которые случаются в микрорайоне, лично выезжает в любое время практически суток. Да, контакт, телеграмм, одноклассники. Да. Максим Савченко, депутат городского совета, был у нас в гостях в программе «После новостей». Спасибо большое за участие в нашей программе. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего вечера. Субтитры подогнали Симон.